Распил по-нижегородски, прямо в центре города, в сквере, на Черном пруду сегодня пилили деревья. Когда вырубают трухлявые тыполя, ни у кого вопросов не возникает. Но здесь панбензопилу пустили очень крепкие на вид березы. Береза это такая наша русская березка, как у Есенина, сколько посвящено этой березе. Дерево, оно прочное, пожалуйста, вот видите. Здесь, вот, посмотрите, большой спил. Вот его я просто подниму. Спил хороший. Это была единственная точка, куда мы могли прийти погулять. Ну, кошмар. Вот осталось только это. Ну, больше нет зеленых точек. Что еще уничтожать? Я не знаю, вы знаете ближайший сквер? Я не знаю, в центре города. Вер, остановитесь, пожалуйста. Куда ее? Вышку метра на три назад. А потом вытащите ее, когда дерево спилим. Так, скажите, пожалуйста, на основании чего вырезаете? Не надо вы сами мне. Это уже что распоряжение? А вырубки аварийных? Это аварийное? Нет? Да. Не аварийное. Зачем говорить аварийное? Оно даже полностью не полное, ничего. Какое же оно аварийное? Что это самое? Определил, что оно аварийное. Крепкое дерево. Вот, понимаете. Крепкое дерево. Ну, он уходит. То, что комитет экологии считает аварийными деревьями и мертвыми. Вот и все. Полностью будем срубать, так как она вырубка по состоянию. И сколько деревьев будете срубать? Семь. А пол садиковым причем? Потому что, во-первых, здесь детская площадка. Во-вторых, дерево упадет, метко упадет на ребенка. Что будет дальше? На то, что будет дальше? А? Успугалась? На парке! Успугалась? Да. Пойдем домой. Пойдем домой. Будем по телевизору на парке смотреть. Пойдем домой.